Итак, подведем итог. Процедура внедрения верстки в шаблон состоит, во-первых, из анализа верстки, выяснение, сколько различных шаблонов получится, как они будут разделяться на header и footer, определение, какие различные блоки в header и footer будут реализованы с помощью API, а не выделены в отдельный шаблон. Например, создание нового шаблона, перенос файлов, стилей, скриптов в директории шаблона, внедрение в header и footer API-функций, использование констант языковых файлов. Файл header.php. В нем проверяется наличие константы b.prolog.included, это защита файла от подключения без подключения ядра. Далее подключаются языковые файлы через функцию includeTemplateLangFile. Естественно, не забываем про doctype. Далее подключается функция showhead, это вывод мета-данных, стилей, скриптов, которые подключены в шаблоне. Установлен заголовок showTitle в тайтле, в элементе HTML сдается язык шаблона через константу language.id, подключается панель управления showpanel, сдается путь к изображению и устанавливается иконка сайта. Обратим внимание, выбор места хранения стилей, скриптов и изображений. Если используется один шаблон сайта, то можно хранить скрипты и стили, соответственно, в его директории и подключать их с помощью специальной функции showhead в теге head. Если же шаблонов сайта используется несколько, то изображения желательно хранить в шаблоне дефолт, и скрипты, и стили, и подключаться к ним напрямую из соответствующих шаблонов.